Как обычно, напоминаю просьбу, что перезаливать реакции на этот видос можно через сутки после дропа ролика. Уважение и респект. Если смотреть позже, то и перезаливать будут позже. Понял? Логика. Think about this, man. Нарезчикам, кто прислушивается. Там уж перезаливать будет нечего. Торий, плотный саламчик откидываю. Вот теперь можно и к новостям. Это вагина искусственная? Начнем с хорошего. Наш генеральный директор наконец-то получил партнерку на Твиче. После прошлого отказа из-за низкого онлайна и маленького количества стримов, Твичу нужна стабильность стримов и зрителей. Хотя в нашем случае, даже соблюдая все параметры, вы вряд ли получите галку. Тут же подлетела площадка, кик и в шутку написали, что с радостью выдадут ему партнер. Ну типа, слушайте, короче, время идет, все идет, вперед, а этот кик уже меня вот тут сидит. Он уже за***ал. Момент, когда ты мог р***ать Твич уже давно упущен, братишка. Можно там сидеть, не пукать что-то в Твиттере и на***ть, в принципе, вот я считаю. Ну реально, ну так же, типа, что за дешевые байты? Уже всем реально. Уже можно даже новости не постить, реально. О, у шпана из пижина. Вот такой у нас гендиректор. Плюс вы... Доел. Все, наверное, уже слышали. Кайсина отправил недельный стрим в виде заключенного в камере. 24 на 7 сразу. О, свежая инфа, реально. Куча челленджей и разборок. О, свежая инфа. Рід. Ри. О, свежая инфа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, хэдшоу под конец было уже совсем душноватым. Ну ладно. Чему соболезнуешь? Моему хорошему контенту? Согласен. Энклен Си недавно обмолвился, что заинтересован в стриме с Илоном Моском на его платформе X. Все произошло после твитов с проблемами с подключением к Старлинку. Представьте, какой онлайн заформит Маск. Ведь это коллаб двух гендиректоров самых крупных платформ в мире. Может быть Дэн Кленси подскажет Маску, что его X не пригоден для стримов. Ведь в нем нет главного, это чаты и взаимодействие с аудиторией. Ай блин, я так из носа ты это скажешь, а? И немного инфы про Илона Маска. Несмотря что Челу уже больше 52 лет, он является человеком-оркестром почти во всех отраслях. В бывший твиттер А уже X он напихает все, что можно. А именно платформу для знакомств и цифровой банк с криптой. Удобно стакнулась, правда. Понравится это алдам твиттера или нет, его это не баба. Вообще, про твиттер поебать. О будущем будет пытаться сделать конкуренту ютуба. Но как показывает практика, за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. Ну и конечно уже второй тестовый запуск SpaceX. Ой, упала. Более полтора миллиона зрителей наблюдали запуск ракеты на ютубе. Оп. Немного новостей про искусственный интеллект. Опять же Илон Маска. А чё ты пукнул? Вот в Фортнайте сейчас столько же, наверное, денег было потрачено, а то же 2 минуты выход. Аська и его компания представили своего чат-бота под названием Грок, типу конкурента GPT-бота. Хотя он был первым в петиции о заприятии нейросетей, а в будущем им смогут пользоваться только платные подписчики. Неудивительно. Анимационная студия DreamWorks. Вы прекрасно её знаете по мультикам из детства и по АФК-стримерам. Короче, генеральный директор заявил, что в будущем стоимость создания мультиков упадёт на 90%. А почему? И очень ударит по создателям развлечений и творчества, сравнив прошлые проекты и нынешние. Не понял. Чё тут написано? Но подметил, что для создания идеи мультфильма всё же нужны таланты, знания. Походу он не до конца понял, что такое нейросети. Вы чё-то поняли вообще, чё он сказал? Какой-то гугл-переводчик несвязанный, не? Пытался понять, чего больше, чего меньше, я ничего не понял реально. Чё он вообще про Дисней рассказывает? Не знаю. Это Дисней-контора, видимо. А! Так он про Твич рассказывает, потому что многие мультики Дисней смотрят, понял? На Твиче, поэтому про Дисней. Я предлагаю, можно будет, короче, конторе делать новое... Я сегодня токсичный, я сегодня на токсичных движениях чат, извините. Ну, типа, вот Парадеич в Адидасе ходит, можно компанию Адидас ещё и их новости сюда припихнуть. Или там я вот покурил чё-то, можно будет и их тоже про них рассказать. Ну, это я понял примерную связь. Примеры и зрители начали подозревать и даже обвинять автомод от Твича, утверждая, что он работает с помощью скрытого искусственного интеллекта. И в скором времени может банить пользователей, занят немые шутки, вырезанные из контекста. Ведь контекст и нейронка не понимают. Я не пойму, а ты чё, типа, ну, чё-то новое, что ли, блядь, рассказал? Вот эта вот новость такая, типа, вау, она везде на весь интернет разлетелась. Это чё, новое что-то, блядь? Или они реально думали, что там сидят люди и реально смотрят, кто чё написал, блядь? Так вы прикиньте, сколько блядь людей каждый день пишут. Твич опять же никак не подтвердил эту информацию. И это вправду серьёзная проблема для читеров. На западе боятся восстания автомодов и банов без причины. А у нас настолько всё плохо работает, что мы его отключаем в ноли чел и собственноручно пишут ботов для чатов, чтобы хоть как-то избавиться от спама школьниц в чате. Прикольная штука. Ну, у нас уже Яндекс так делает. Яндекс ещё три месяца назад, я один боюсь, что нейронки таким способом узнают в идеале, что нам нужно и будет сама пилить видосы. А мы блогеры уйдём на пенсию, страшно? Сраные андроиды. Также ютуб тестирует кнопку включи хоть что-то, который врубает рандомный видос. Короче типичный тик-так, но для тех, кто привык кушать под видосики. И если кто заметил, теперь если у вас стоит блокировщик рекламы, просмотр видосов будет замедляться. Можете сами проверить в режиме инкогнито. Таким способом ютуб хотят полностью уничтожить блокировщики на своей площадке. Да начнётся война блокировок. Удачи. Посмотрим кто кого. Твич экспериментирует с лайком и дизлайком на своём новом формате тик-так клипов для мобильной версии. Тем самым подбирая то, что вам будет нравиться больше всего. Как б***ь этим б***ь? Дайте возможность подписчикам это делать. Теперь придётся настраивать кринши мемы ещё и в Твич. Но это не отменяет того, что это мертвый продукт для СНГ Твича. Помните ещё провальную функцию Твича хайпочат? Вы даже не заметили как её удалили. Но на замену сделали идентичное закрепление сообщения с помощью чирсов и обновили карточку с новыми эмоциями. Цену и время закрепления выставляет сам стример. Если вы стример выставите цену за закрепление сообщения можно вот тут. Лучше верните выплаты. Да. Да. Твич занонсил благотворительный ивент вместе во благо, где любой стример или зритель может поучаствовать в этом ивенте. А донаты и сборы будут напрямую через Твич. Василию Кубинцу. Донаты не будут облагаться налогом и комиссией. И как бонус, я знаю вы все это любите. Будут выдаваться вот такие значки за донаты 5 баксов. Подробнее о получении... Какая... Ужас. ...себя в Телеграме. Благотворительный ивент начался... А, господи, это благотворительность. Всё, норм, норм. Я подумал это про чиры, короче. Чё-то я это... Болею чат. Сори. Я... Чё-то у меня мозг тупит. Я подумал это про закрепление. Четвёртого декабря. Так что у тебя не так много времени, чтобы залутать значок за благотворительность. Ну, значочек за благотворительность, это прикольно как будто. А есть у кого-то в чате? О, есть. Твич наконец-то услышал меня в прошлых роликах и ввёл барстрика просмотра трансляций. Он будет отдельной плашкой в чате для каждого зрителя. Специальный значек уника в чате конечно не завезли, но дополнительные бонусные баллы за стрик тоже хорошо. Тем более вы можете похвастаться статкой один раз за стрим. Мне очень нравится. Уверен читтерам тоже зайдёт. Хотя у нас оно созвучно с мемой Сигмы, уверен вы уже поняли в какой момент его нужно кидать в чат. А для партнёров завезут три слота анимированных смайликов. Твич до сих пор игнорирует существование СВН ТВ и БТР. ТВ, ну это ладно. Два смайлика, б***ь, аниме. Я себе круто. Самое главное, что эти анимированные смайлы можно будет засунуть в оповещение о стриме. А вот это уже хорошая идея. Для разрабов и сайтов пересмотрели соглашение о оказании услуг. Это напрямую связано с встраиванием трансляций на сайт и с автозапуском. Ну и немного переделали инфу для расширений. Прогерам и рекламодателям советую почитать. Думно, чтоб, сука, не втыкалом. Чепуха. Я надеюсь, вы все уже пользуетесь уведомлениями от Твича. Вместо лагающих уведомлений о Донейшин Алертс. Теперь любые оповещения и ленту активности можно встроить в эти уведомления. Разработчикам нужно будет подать больше одной заявки. Вот это прикольно, кстати. Ваши уведомления и кастомизации встроив Твич. Твич, как и обещал, проведется октябрь в декабре. С 27 декабря по 2 января, который будет называться бонусным раундом конца года. Все те же скидки на подписки, новые хайповозы, золотые капы и скидки на битсы. Очень круто. Врубите нам вывод хотя бы на новый год. Твич сдержал свое слово и дал второй шанс на разбан перманентно забаненным стримером. Через стандартную апелляцию Твича раз в 6 месяцев после прошлого отказа. Но разбаны таких стримеров будут с пометкой. Некоторым все равно никогда не удастся разбаниться за серьезные нарушения площадки. Также дополнительно обновили систему правоприменения и сроки ограничения за нарушение. Мы как бы вас разбаним, но если вы что-то серьезное нарушили... Короче, а что такое серьезное, это непонятно. Что-то с правительством, наверное. Тох же ху**ыми. Из наших остались только Рамчик Макривский, Фруктовский и Плохой Потс. Тут только ждать и писать грамотные опилки с извинениями. Напоминаю, что всех их унесли в термач заказик. Помните инфу про скам-мапки рекламодателя? Поясните ситуацию. Вот у нас чел, который назвался менеджером по рекламе Вайлоли. Взял рекламу и деньги у рекламодателя и предложил Владе тестовые интеграции. Но ничего не выплатил, забрав деньги себе и заскамил сразу двоих челиков. Бесплатная интеграция от Вайлоли. И минус 120 тысяч для рекламодателя. Мапки решил, что ее заскамили рекламодатели напрямую. И отомстил таким же скамам, как самоназванный пропавший менеджер. Но узнав о ситуации в целом все равно не вернул деньги за свои взятые интеграции. Самым подтвердил второй раз свой скам. Минус рекламодателя вышел уже в 200 тысяч. Совсем не понял, почему оскорбления полетели в мою сторону, если я осветил инфу с пруфами скама. Но обосрался ты сам. Еще и два раза. Вот за это следует извиниться мужик. Это не все. Сразу после выпуска с мапки мне написали менеджеры по рекламе. В этот раз у нас мапания. Сквад шпаны позиционирует себя как стример и без скам проектов обмана. После прихода каши. За такую политику респект. Но деньги рекламодателям тоже стоит возвращать. А то получается на словах львы. А на деле скам компашка. Также пруфы на экране как в прошлый раз. Все переписки из открытых источников. И также ссылку на пост оставлю. Сумма уже побольше. Около 300 тысяч рублей на двоих. Советую пацанам разобраться в этой ситуации. Потому что из-за таких мулов некоторые рекламодатели вообще боятся выйти на СНГ рынок. Бля, меня че-то чат. Что-то я уже молчу сижу. Я поняли, поэтому не подрубаю. Меня убивает к вечеру. Прям уже сонный какой-то. Сдать им афа. Они зеля заскамили проекты. Я че-то не понял, как это относится к тому, что кто-то кого-то наебал. Нормальный рекламодатель. Он не придет к типам, которые... Ну, пускай, как бы там кто-то не переваривал их контент. Я вот, например, не люблю вот эти шоу-фриковые. Поэтому, как бы, ну, туда не придет какой-то бренд. Поэтому туда и приходит хуйня. И кто, кого можно наебать. Типа, нет? Это же логично. Типа, наебали Dragon Money. Как же, п***ня? Это, конечно, все равно некрасиво, типа, кидать их, потому что это рекламодатель. Но как же, п***ня, что Dragon Money уйдет с свеча. Просто не представляете. По казино и бэте. Ну, по крайней мере, мне. Ну, и сразу же разоблачение на шпану, где рассказ завязан на нюхание писюнов, чтобы вступить в скват. Хотя, мафа, не префон, убрал чела всего за 40 минут на своем стриме с пруфами. Не получилось пофемиться и подсосаться. А вот вопрос с писюнами остается открытым. Он мне показал, садился, чтобы я нюхал. Это правда, Денис? Ты жопой на него, на лицо садился, да? А у меня пишу, он показывает. Или показывает. Он показывает. Говори правду, Денис. Насчет кази-кайском. Коровой. Это вообще п***ня. Вернулся на Twitch. 8 месяцев после извинения и отказа от казино. Че-по-чем бонуски за баллы. Или 50 на 50, как в старые добрые регаем. 2 года рекламы и вдруг осознанность. Очень надеюсь, что в Адос реально одумался. Верю. А вот и инфа про правдивость и внутрянку ваших казино-стримеров. По этому поводу высказался известный лудеманный владелец трех онлайн-казино. Казино. Чего? Сказал некоторые схемы казино и поделился опытом работы со стримером. Сейчас сам TTP проживает в Португалии. Стример заявляет, что казино всегда в выигрыше, предостерегая зрителей от доверия стримерам. Проблема в том, что даже выстрелив себе в ногу, это вообще п***о. Так, по его словам, стримеры играют не настоящие деньги, деньги не идут в зачет, и многие на них являются зависимыми от азартных игр. Кстати, фак. Более того, крупные стримеры сотрудничают не только с казино, но и с провайдерами, получая процент от проигрыша игроков. Ну, сколько денег? Вот заметил то, что одно, типа, вот всем абсолютно п***о, что он говорит, пока он не назовет конкретного типа и конкретно сколько он дал. Вот он сейчас скажет, цена за одну интеграцию составляла 2 ляма рублей, и все пойдут жрать типа, блядь, за эту х***о. Понимаете, до этого всем будет п***о. С тримерами работают с казино и так далее. Я сам лично могу просто в своем казино написать какую-нибудь провайдеру. Я вот хочу, например, эволюшн. Напишу менеджер эволюшн, он говорит, скажу, вот я так стример, я хочу стримить, типа, мне нужны условия, чтобы, если я проиграл деньги, я могу блядь в своем же казино, я не платил комиссию и так далее, и все. Тебе могут сделать там кэшбэ, ты можешь играть за 10% от суммы. То есть, например, ты платишь лям, да, а считается это потом, что ты делал там 100, там, куча всяких, можно сделать соглашение со стримерами и так далее. В чем тут вся фишка, идея? Ты берешь казино, в данном случае стейк, договариваешься, что ты там будешь играть на фан. Многие стримеры, которые играют по огромных ставкам, они в основном играют все в определенных провайдерах. Казино платит провайдеру процент, там, в зависимости от 8 до 15% с проигрыша игроков. Провайдерам выгодно, чтобы заключать со стримерами договор. То есть, что поделают провайдеры? Крупным, супер-крупным стримерам, они еще платят... Бля, я не знал, что они с провайдерами, блядь, еще заключают кейсы. Это, блядь, для меня новость, кстати. А для казино? Провайдеры это типа типы, которые поставляют игру на сам казино. То есть, вот этот слот, его кто-то разработал и поддерживает. И он, короче, подключается к казику, по какой-то лицензии оплачивается. И плюс, ты, блядь, как стример, можешь с казиком сотрудничать, но плюс еще, блядь, и с провайдером, блядь, вообще. Это изи-двойная лутка просто. Стримерский аккаунт выбирает любую... Я не знал. То есть, грубо говоря, стример, который играет на фонты, и для провайдера, и для казино, этих денег, они не являются реальными, они идут ни в какой зачет. Не важно, он выигрывает, проигрывает. Просто провайдер помечает этот аккаунт как стример. Ну, ше, папочка просела казинаки. Опять же, напоминание для хомячков и зрителей казика. В казино выиграет только один, и это не ты. Если вы смотрите на постоянной основе стримы, даже если несколько раз в неделю стримы в казино, это все развивается. Психологически, подсознание у вас очень жесткое, и потом в определенный момент вы просто пойдете играть. Если вам не безразлична ваша судьба, не хотите проливаться в бабки, не нужно смотреть стримы по казино, потому что это тот же фонтик, вы вштыриваетесь, а потом пойдете упарываться уже сами. Нет ощущения, что как будто бы чел создал блядь, и такой, блядь, ребят, не жрите мою нарк... Вот, ну, блядь, забавно звучит, если честно. Я бы даже сказал, что просмотр стрима, типа, блядь, опаснее, чем когда вы с вами любите, потому что вы это делаете, и вам не нужны деньги. Вы просто подсаживаетесь это, а потом, когда приходят деньги, этот триггер срабатывает. Только все затихло после... Но при этом, как бы, думаешь, блядь, без лоха и жизнь плоха. Типа, чел, блядь, ну, создал казино, блядь, наебывает мамонтов, типа, и живет по кайфу, еб... Типа, он хорош, он хорош. И стрижу к на лыске. Он хорош. За миллионы и вот опять, Милстрой опять залетает на стримы к популярным стримерам и донатит огромные суммы, чтобы они сделали уже какое-то легкое действие. А в замен школа-то несется к нему на стрим, что является идеальной рекламной компанией. И самое печальное, он добрался до стаи и жег все их машины. Вот за такую кругленькую сумму. Я бы, блядь, пацаны, прикиньте, вот ко мне бы пришел, говорит, сжигай машину, блядь, типы. Хоть 20 лямов мне дай мою ласточку, мою любимицу, мою кормилицу, мою любовь. Я уверен, что, если бы моя машина была бы женщиной, я бы с Алиной не встречался, понимаете? Я очень люблю свою машину, правда. Прям, знаете, как-то даже нездорово я ее люблю. Я просто думаю, что у каждой машины есть душа, поняли? Я так к машине отношусь, блядь. Я ее берегу, там. Я, правда, не убираюсь внутри, но я так вот ее люблю, прям. Там, что-то туда, вот там, сервис туда-сюда, что-то надо делать. Пасад сжег бы, чел, что за вопрос? Конечно бы сжег бы, но только не два меркедеса. Вот второй джель я не полюбил, а вот малышку свою маленькую, бля, ребята. Если бы не было странно, я бы ее в глушитель долбил бы. Но это странно будет. Сказав, что сожжет дополнительно тачки рандомных челов за донат. Любые типы, которые тачки стоят там до трех лямов, можете реально подгонять к ним. Вместе ваши за ровен тоже. И начался сущий кошмар. Машины стоя были легендарками, на которых был построен основный контент, и которые принесли кучу эмоций зрителям, как и в последний раз. Че, не пойму, у нас типа в стране можно просто взять и машину поджечь, ну, типа даже если свою, это типа вот так легко делается, и ничего за это нет. В чем проблема? Да не знаю, это странно, не? Не, понятное дело, что это твоя машина, твоя владение, твои владения, ну типа, бля, взял такой, взял поджог тачку свою, типа, хз. Я не знаю, я жду пока, бля, стримеры будут дома свои сжигать, вот это вообще будет разъеб. Бананчик, прощай. Да ладно ты, бля, музыку подставил, как будто там люди умерли, бля, давай тоже, бля, тут. Ну сгорело и сгорело, бля, это хозяин. Вот это я, вот это машина, вот это аппарат. Но тачки были живые, по факту совсем новые. Да, жалко, но окуп есть окуп. А эти машины всегда остаются. Свою за сколько взяли? Братан, я ее ни за сколько не... По причине того, что... Очень много времени я на нее убил сам. Очень много всяких идей, всяких еще чего я не сделал, например. Я даже ее потом, когда буду продавать, лет через пять, а я ее буду продавать, скорее всего. Я ее, бля, за сколько денег отдам. Я ее не отдам, пойми кому. Я буду, бля, сидеть, выбирать, кто ее заберет. Когда дострою? Дострою, кто-нибудь ее по-любому заберет и будет день хранить по-любому. Я уверен, что найдется такой человек, который будет ее любить и ценить, как я ее ценил. Вот и все. Она мне очень много эмоций дарила, она меня очень много раз спасала в трудные ситуации, она меня очень раз довозила всегда. Каждый раз, когда у нее что-то из-за тюнинга, потому что, когда ты в тюнинг влазишь, типа, те, кто тюнит тачки, они поймут, про что я говорю, то у тебя что-нибудь отвалится, ну, потому что это заводом не рассчитано, приходится доделывать все. Даже давление вырастает, давление где-нибудь рвет, то есть тебе нужно там теперь, блядь, создавать тоже какой-то шланг попрочнее брать, ну, короче. И каждый раз, когда она что-то у нее отваливалась, каждый раз она меня всегда довозила, блядь, то есть, ну, это очень важно. Я, короче, ее люблю, ценю, и ни за какие деньги бы я ее не въебал. Стануться в памяти. А Вольксваген, да я бы его в столб въебал куда-нибудь. У меня так точно. Это просто у меня денег сосало, блядь, ломалось везде, ничего не успевал, ни разу меня до одного места не довезла, куда мне надо. Везде какая-то хуйня. Вот это реально, блядь, от сервиса до сервиса было. Хавало масло, блядь, не потому что у нее двигатель ушатанный, а потому что это косяк завода. Найс купил. Ты больше не армянин. Просто двигатель такой. Один казик уже накрылись. Ну, отзывной кампании не было, соответственно, что вы думали? Какая отзывная кампания? Ну, я ебись сам. Коловики в Петербурге. Как раз за этот проект унесли Ольгу Фрузенбраун в перманентный ба... О, ты проблемный купил. Я, блядь, знаешь, типичная ошибка молодого парня на тот момент, у меня даже прав тогда не было. Это вот, я думаю, многие из вас сталкивались, не обязательно с машиной, это, блядь, хочу и, блядь, вот тебе все говорят, да у нее масло жрет, у нее с завода же. Иди на... Это не проблема. Хочу и все, блядь. Купил. Потом мне все начали, я же тебе говорил, типа, блядь, ну вот, если б каждый слушал бы, батю там, или своих друзей, да этот мир был бы идеален. А еще по Твиче СНГ рекламировали эту тему. Информация по облаве пришла из паблика Мэш, который не раз делал фейковые вбросы. Кого облавили? Что поймали организаторов, а сайт до сих пор живет и пахнет. Кого? Позже мне скинули доказательства. Кого, блядь, за кого поймали-то, проебал опять? От самих работников этой конторы. И как я вижу... За респект, блядь, жжел, жжег, чел. За респект, блядь, можно эту машину кому-то подарить и получить гораздо больше респекта, чем сжечь просто машину, в тупую. Эта реклама на Твиче пропала вместе с менеджерами. В прошлом самый популярный стример по фортнайт у ниндзя запалил случайный свой месячный... Запалил реально. Сейчас пойду посчитаю, сколько у меня, кстати. 2000 долларов. Но это за 30 дней. Так, когда война началась? Точную дату, пожалуйста. 23 февраля. Год какой, блядь? 22-го. Так, значит я пролетел. Ну вот, допустим. Там еще, наверное, плюс месяц, потому что прошлое не вышло. Сколько денег? 42-го. К. Умножить на сколько? Ну там, блядь, сколько это доллар-то, господи? Ладно, по 82 посчитаю. Ну это, блядь, чат. Типа, забейте. Завтра курс опять маленький. И тут... За два года, блядь, чуваки. Это ужас как мало. 142... Ну, 42 тысячи за два года против 142 кусков за... месяц. Вот это вообще имба. Заработок с твича? Путь у меня такие деньги за месяц я бы рекламу не брал бы, когда в жизни в рот. Макомед. Ах, вот мы в рот, ふу, немного, немного спец. Неплохая сумма при его нынешнем онлайне. После этого площадка Кик сразу подсуетилась и написали в Твиттере, что на их площадке Ниндзя получил бы задач костер женщин я в 50 метров от деревьев забор закрытой емкости люди трогались умом без вариантов выше из-за наверно 105 на 5 процентов но сразу же обосрались так как на их брос ответил бывший руководитель отдела по работе со стримерами посчитав полностью получилось что на кике нельзя заработал бы еще меньше чем на твич на 29000 ведь их не имеет рекламы и скорее никогда не будет ее иметь напомню что чел уже уходил с твича на площадку миксер которая в итоге обанкротилась а ниндзя потерял свою медийку и уважение и сразу анонс о подписании контракта кик с командой в 8 и ее основателем dng за 10 лямов даже я когда кик мне там предлагали тоже взять я назвал ценник полтора за стрим потому что я чё долбаю что ли ну это же казино площадка нахуй полтора за стрим я назвал они такие о мы подумаем подумаем потом такие а мы передумали ну в плане нам теперь нам теперь нужны казино стримеры я такой ладно вопрос и то я типа там поняли я договаривался там что на 10 стримов я эксклюзив вообще никакой не подписывал потому что эксклюзив те потому что но кто из вас бы пошел на кик чуваки ну еб твою мать это точно не вы бы вы бы не пошли суммы и подробности опять же неизвестны уверен ценник там не маленький но мы то знаем какой там контракт и обязанности учитывая что сайт создан казино проектом уже представили как дэнди крутит слоты со своей команды после слитой катки зарубежного стримера известного по фортнайту тоже выкупил кик совсем недавно он ушел на пенсию из-за выгорания из-за контракта с твичем но бабки казика вернули его к жизни осуждаю на кик без обязательств стремить по 200 плюс часов в месяц как на твиче твич известен своей назойливой до жути бесконечной рекламы из-за чего его мотивация стремить упала в ноль и видимо он есть да кто не рассказал бы им про отблок они вообще там все не знает про мелкий шрифт в контракте к приехал бы в россию тут вообще рекламы ноль с кайфом живем стартовал тест спонсорских продуктов доступно опять же не всем а будет находиться в этой вкладке на панели управления с принятием соглашения эта штука очень похожа на ранее забытую функцию спонсорства на донейшин алертс где рекламе ли тот же war thunder теперь это перебралось на твич чтобы взаимодействовать с рекламодателями через стримеров напрямую выглядеть все это будет вот так или вот так либо голосовые упоминания короче типичная кизя для прикольно оплата тоже отличается в панели выплат как доход от спонсорства еще спонсоры могут дарить сапки выдавать про микки на подписки или делать скидку на сапку прикольно отдельных каналах целая круто это круто я бы даже вписался то выплат не было стримерами должны были давно уже это ввести но до перли только сейчас снг как обычно жарим сосиски а также добавили описание возможность для стримеров показатели не показывают преимущество подписки на канал или фирменные товары находится все это дело вот тут с пометкой что твич за это не несет ответственности грамотный ход теперь модеры тоже могут откладывать уведомления запуске рекламы на канале вместо стримера как хорошо что у нас ее отложили уже на два года это единственный плюс бля красавчик меброс на два года уже отложил респект таким парням реально рекомендованы и для козы когда дядя его растил факт а для бейтерки правильно что доведет ваш контент до автоматизма с хорошей командой и в мобильной версии версии для компуктера а также новая аналитика по клипам где вы можете отсматривать какие клипы чаще привлекают внимание если их конечно не проспамили в чате кстати они всегда больше набирают просмотров поэтому советую пользоваться тут саглы плюс 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 новость уже старая как бабка но я просто чтобы подытожить прошел интернешнил 2023 реально обыграли диме да этим гладиатор в сухую став двукратным чемпионом мира золота в полтора миллиона долларов отказавшись от денег евэлфис анлифанс вообще такой прикол это такие деньги получается типа дам тебе дам вам денег 25 тысяч долларов дрочонах типы такие слышите там 16 лямов подняли 10 сколько они там выигрывали прошлый интернешнл такие 32 тысячи блять ёпт у меня зарплата в неделю столько забавно что онлайн турниров совсем просел он был в разы меньше чем раньше даже лига легенда обогнала в четыре раза потому что кто-то ну вернее не дота валв делает тут уже цифры серьезные ну хотя бы призовой остался выше хоть и максимально порезанный марко ройс мой любимый марко ройс снова не чемпион германии он снова становится вторым а дальше про игрушки 2023 год стал лучшим годом за историю по количеству топ игр по статистике метакритики рейтингу игр в целом игры правда много в последнее время вот только играть не в чего точках и стартовала ежегодная номинация игровой тематики гейма вообще sports 2022 где открыли голосование за игры года и разные тематике в прошлом году разные тематики даже в одной категории . лысовали за котика пока у братишкина в этом году особого номинанта кроме киберпанка не вижу но вот косяк наших ребят team spirit не номинировали киберспортивной командой это ваще и выиграли интерну шенел по доте 2 а вот на номинации вен года на премию картинки поставили мипошку сделано это специально или же создатели реала обосрались мы уже не узнаем главное чтобы не обосрались как в прошлом году с левым человеком на прошлых номинациях на сцену пробрался рандомный человек и выступил перед публикой со своим заявлением после его слов его быстро выдумал слышите а я думал это какой-то заранее подготовленный чел это оказывается домные зала трансляция итогов пройдет седьмого декабря вот на этом канале бустер тоже планирует сделать номинации как мы с вами все-таки пригласили им уже третий год подряд только в своем формате короче пацаны просто до пришли концепции что типа прикольно было бы ну знаешь так культуру стриминга поднимать там чё костюм надо бля может просто посмотреть дом посидеть красная дорожка там поняли мне написали я такой сижу думаю красная дорожка и в декабре в середине декабря пройдет стримерская премия все красивые на пиджачках придут как мэтт галла как оскар то есть короче спи или опять да все в испании продакшн типа будет со всех сторон снимать брат пройдет эта тема в середине декабря и приглашено уже более 200 стримеров на 18 номинаций очень интересно че выйдет а в виде инсайдика скажу что наши с вами номинации года пройдут в январе чтобы захватить полностью годовой контент а чё кто пойдет слышите может реально запариться купить костюмчик там поняли свою даму правда оставлю более 200 топ стримеров да я столько не могу насчитать что значит 200 топ стримеров нас на твиче столько нет если чё опять же вся информация будет в этом телеграм канале ну вы поняли да а также представил свою компьютерную периферию начал с наушников ну это ладно а когда обещанные компьютерные клубы и в москве и в москве и в питере и в дубае серьезно где первые москвы еще с марта ждем какой гейпер вей сделаешь меня меня как раз таки появился анонс про первый трейлер gta 6 некоторые предполагают что rockstar за анонсе от ее прямо на game awards 2023 как раз таки 7 августа на протяжении года различные паблики форсили что gta 6 выйдет совсем скоро но я не вставлял в новости потому что rockstar и постоянно молчали и вот в начале ноября посты в твитпере на официальном сайте о выходе первого трейлера долгожданной игры на двадцати пятилетие компании данный момент про гташку неизвестно практически ничего только пасхалка в виде иконки из сктовой сети инфы конечно очень много в интернете но верить им или нет это уже вам решать сразу появился придурковатый стримерский кадин роз который предложил заплатить полмиллиона долларов тому кто сольят ему игру до официального релиза очевидно что с дурочка просто посмеялись в чате но он все еще ждет игра десятилетия ожидания всего игрового мира оттого и такие цифры на просмотрах постов и резкий скачек цены акции компании короче очищаем место на дисках обновляем железо своего компика и копим деньги потому что игра будет стоя вставка тысяч рублей лол девочка из low fire радио наконец-то обзавелась своей предыстории в прошлом были пасхалки в виде появления 2 трансляции с мальчиком синтвеев радио а сейчас новогодний клип и предыстории героини спустя девять лет после старта канала советую заценить youtube в последнее время на приколе недавно вышло обновление правил в отношении монетизации контента так вот контент с кормлением грудью и возбуждающие танцы теперь у нас монетизируются но с небольшой пометкой это я еще не учитываю блогеры которые а это нормальная тема там нормально анус побрил телебасик ваще на камеру бреет тренде ютуба 15 миллионов просмотров то как какой-то мужик записал туториал свои прямо в камеру правильно брить свое очко и это нормально это вполне политика ютуба это моральные ценности это вот тот самый западный мир бреем очко на камеру сентябре было подобное что привлекло массу хейта в сторону ютуба но youtube ничего не изменил забавно что ролики на тк клипс до сих пор не монетизирует сыпл не но пепе но ты тоже там типа ну дай кому-нибудь соснуть слышь скажите получу сосать яйца понял пусть пососет у тебя тут нормально все можно будет делать это честно пишет гайд получает 18 плюс пкд юля байов лыщет людей для снятия короткометражного фильмится так что если кто-то шарит отпишите старушки мб снимите что-то крутое в коллаборации кто знает короткометражка с максончиком оп может любить меня санек пердич выкупил паров перед несколько секунд банер на таймс-сквер когда был в нью-йорке и стоила она всего 44 бакса за 15 секунд реклама на тайм-сквер обошлась мне 40 долларов просто 40 долларов 4 тысячи рублей и это делается просто через приложуху я когда туда пришел я об этом узнал я просто пришел он там сквер пусть я жил рядом это 10 миксов ну да ну да 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 не удивляйтесь хесосу вышло даже дешевле ему подарили рекламу на таймс-сквер на сутки за 500 баксов это был мистер бист и стоило вот это вот полотно на один день де действий мистер бис кота несешь долларов недорого мало а как я еще мог попасть на тайм на сквер извини меня зависит от того какой экран ты хочешь там же есть огромный буквально это мой двое тоже удивился живет здесь один рождение решил мне такой сделать подарок и стоило ему это 500 долларов любой может на этот экран что-то заказать то есть я могу вот это им заказать когда будем скупать билборды на дорогах в виде рекламы к слову у меня день рождения 1 июня ты знаешь что делать на 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 а еще санек купил себе вот такой шкаф на колеса красивый прикольный такой фриковатый и теперь постоянно ходит с маской улыбки с фейсапа я так разбавить обстановочку новая в натуре илюха мазелкин провел свой самый ответственный масштабный концепт в москве смотрите сколько девчонок это просто я проебал тот момент когда у меня тоже такой же стал пацаны вы хотя бы тут ну плюс они тебе то я уж думаю что пацанов не осталось это женщины вы помните когда девочка на твиче это типа женщина поняли ну типа это пиздец сука стик токов по на и бежали тут теперь сидят тут свою говорит это сексист вешают тут на всех нормально мы тут сидели без вас тут а сейчас женщин просто сколько стало ну прям я вам больше скажу богатых конечно хорошо тоже стало совсем чуть-чуть концерт в москве прошел замечательно шикарнейшим самое сложное позади москва это было самое сложное испытание как говорили великие люди и после 17 декабря я весь ваш давайте не болейте спокойной ночи или доброе утро всем надеюсь вы успеете но вы скрывались потому что тут короче да ну вы заметите короче раньше на твиче сексизма было прям ну очень много тут прям чмырили девчонок именно прям чмырили я помню даже мой мой канал с этим сталкивался еще сколько орал на чат я думаю чего блять себе позволять сейчас прям хорошо стало немного благотворительности как обычно у нас мистер бист который вырыл 100 скважин по всей африке тем самым дав доступ к воде почти миллиону человек на это странно что этим занимается ютюбер но кто-то же должен и если другие не делают это сделаем мы бля вот просто жалко людей что они радуются просто воде это настолько на самом деле причем если вы посмотрите видосы то у них короче государство просто на роуз-ройсах разъезжает пока чел там все шалаш на колесах собрал блять и как флинстон бежит по асфальту ножками там государство на роуз-ройсах кортежем это благотворительность мирового масштаба но куда же без активистов которые уже отменили его в твиттере дебилы винили в дискредитации правительства страны политик фрэнсис гайто заявил что видео увековечит теоретип о том что африка зависит от подачек и филантропического вмешательства африканцев видимо никто не спрашивал идиотизм и маразм присутствует колодцем у ебала три раза вы чё вообще типа на да это факт я буду я буду сбор опять на фильм ну хоть бабки пойдут куда надо чат давайте сделаем так благотворительно я сделаю чат пока не понятно какая дата это будет но я вам точно говорю в декабре сделаем я заранее в телеге проанонсирую подпишитесь пожалуйста и деньги свои придержите потому что я эти не докинулся да мы тебя черт блять сейчас мне денежка придет с рекламой там еще одна реклама короче в кино туда ебать трубу сети минимум три часа на фильмы я сейчас думаю какому фонду он глеб не даст собрать глеб не даст собрать мы короче глеб не даст собрать хорошая оговорка там два фонда я думаю пока в сторону хабенского если чё либо я там у дианки спрошу тот самый да и с фонда пока не определился еще с которым мы сотрудничали было бы здорово если бы мне дали какую-то грамоту что ли типа как опруф типа сотрудничество бля почему мне так мерзко самого себя смотреть у меня есть ощущение что когда я говорю что-то вот тут я какой-то неестественный это нормально вообще откидываю жилю с репчик у меня эффект зловещей долины в натуре мрн тоже завезу не я просто много сталкивался что все думают что я какой-то неестественный типа поняли что там давлю себя делаю токи-токи мне являюсь бла-бла-бла все дела на свою водичку но уже для продажи вели пиво с добавлением ее води просто женщина покупает деньги на концерт и ездят куда угодно ради своего кумира пацанам достаточно чипсов чтобы любимый стример хрюкал перед экраном до женщины именно туда ездит это факт но не на концерты мазилова нет забейте хрюкнул это джокс но кстати огромное количество побледух ездят туда реально перепихнуться причем с кумиром это на прям типа как распространено если чё генальных выделяем и это еще будут покупать но если не понравится можете насрать ей под дверью а дальше больше обойти билла гейтса и выкупила огромные участки земли для посадки апельсинов и последующим заработком мужики поднимаем челюсти с это наверное единственная женщина который ну как правильно инвестировала в свою в свои сиси даже несмотря на то что она продает свое тело фотками она гений тело женщины а мозг альфа самки вот так вот нахуй не мужик гений ну ну значит ну чек какой мужик чел там это она может чего угодно пиздеть вы же видели она вбрасывает она гениальный чел просто хотя может быть у нее реально мужик тоже богатый как она и они вместе там что-то мутят наверное так может быть напомню что я один а вас уже больше тысячи я просто не вывожу монтаж номинации с клипами но там пиво а то что она свою будет добавлять в пиво так была новость ох мужички что же вы творите что же вы творите ребята даже некого номинировать давайте по классике отдадим второе место фруктаски уже четыре месяца инактив фруктаску летит вообще вообще как просто постоянно в нее в рот бедный бедный чел ну и отцу фильма проката за бареву несмотря что он завозил контент другим у себя на стримах только фильмы короче поздравляем шип месяца с новыми сквадами а именно глеб сосовод сморфе жалко все закончилось скандалом и теперь это лиза и сел готовы слушайте для глеб хоть кого-нибудь уже надо реально тигрю глеб подскажи адрес где можно по скидку купить топленое молоко что вот именно с бидонов потому что таких бидончиков ты горел ты где-то с москвей все заказываешь домой по скидке против какие планы нет никаких планов живы сейчас конечно секунды сегодняшние минуты сегодняшним часом сегодняшним годом могу сказать одно любовь не влияет на статус хищника волк волк остается хищником независимо от того влюблен он а чё-то читаешь там что ли или не записал и еще один шип тут уже все серьезно дерзкая даши 2 2 8 8 привет нам передать привет спасибо не задано вот тут точно совета любовь поздравляю меня он такой маленький поле он ниже меня еще на голову я посмотрел на него и такой и гигант того роста меня метр семьдесят три не но просто поняли я все время думаю как я буду выглядеть с тридцатку яш какой маленький я начал короче загоняться по поводу роста потому что ну типа любой чел выше меня просто на две головы точно на голову бля вот было бы у меня метр восемьдесят три хотя бы было бы норм лишь перестал расти конфликтный месяц также присутствовал и заберет ее даже не каждодневные конфликты братишкины с хисусом спасибо что-то пожарче а екатерина мизулина егор крит который хочет подать на нее в суд за клевету в интернетике включая аккаунт главного скамера страны егора крита главный скамер страны звучит то как а шауминов тоже было огромное количество и всех не вставить самые масштабные шоу я говорил да уже сейчас много онлайна просто меня приглашали в офис поехать бля могу даже дословно зачитать я зачитывал дословно нет я не зачитывал дословно предложение посетить организацию лигу безопасного интернета уважаемые стримеры и блогеры мы обращаемся к вам с предложением посетить организацию лига безопасного интернета для обсуждения важных вопросов связанных с контентом рекламой цензурой вся внимание патриотизмом к россии и другими актуальными темами я чё урок о важном или что я не понимаю я видел как там все обосранные выезжают я туда не поеду сам своими руками силами я туда не ну и адекватный человек я туда не поеду я че сделал то блять поэтому просто приглашение поняли мы приглашаем вас посетить наш офис расположенный по адресу ну тут не буду это озвучивать блять потом посадят чтобы обсудить различные вопросы которые волнуют вас и вашу аудиторию чё вас волнует как они могут знать лучше меня чё вас волнует я вот этого не понимаю деньги мне нас волнуют деньги нас волнуют и какая цензура нас волнует заебет как вы свое время под киша тусили мне интересно вот я сейчас скажу опасно но вот она по факту будет да то есть меня смотрят важные люди да я хочу чтобы вы просто услышали вы поймите суть маразма что я сейчас живу какой-то закон вот новый вышел экстремизм чё вот а чё являть теперь шутка не шутка как вот это вообще делится я не понимаю да то есть я же могу сейчас за шутку про то что сосал вот так уехать туда ориентация наш так не работает вот кто-то там что-то мне показал и я гей стал но это ж бред иначе бы я один раз netflix включил и все гей и в полчата гей вот я как бы только вот ну я вот это какая короче я считаю вот в несколько мест это турнир братишки на который был идеально сделан учитывая домашний рекламный ивент дальше спасибо с турнирами по фортнайту спасибо уже не рекламными ну и вадю эвелона также зацепим с турнирами по партику и хорошими призовыми ну а первое место у нас опять стая против фриков со своей трехдневной зарубой тачки на прокачку правда баланс команд никакой 3 механика родившиеся с рулем вместо пупка против пивозавра бывшего козинака ну и дедушки лексе ну ладно заруба я всегда боюсь этой номинации потому что уже каждый второй рел стример ну ладно поехали первое место опять у нас стая не удивлены второе место хозяева вошли в строй красавчики следом идут новички для моего я требую я требую добавить дополнительную категорию я требую значит что это за категория домашние стримы меня и рл не возбуждает не нравится мне и рл есть там что-то с машинами заебало если там что-то ходим в тц заебало вот это я считаю надо а вот домашние стримы и топчик по ним вот это хорошо было бы реально у канала кишки сквад удивлен плюс а что это если я дома сижу это между прочим тоже работа то что я родство открываю дальше фрики с дубаев и других стран газелька сквад где больше всего завезли руди с дроном шпана тоже на месте каким дроном с различными обсуждаем ирл тематическими стримами как запрещено дроны блять запускать на хоть вот про что я и говорил стримеров развелось как навоза даже не влезает на один лист короче продолжим 89 тоже попердел чуть-чуть попердел конечно бесплатные самые контентные бесплашки стримеры поздравляем и не забывайте про шапку зима на дворе дождали ну понятно значит понятно значит все понятно здесь и